дорогие друзья я всех приветствую на своем канале всем добро пожаловать и сегодня будет видео о том что я купил в америке в сша я ездила недавно в нью-йорк вы знаете и привезла с собой кое-что привезла очень мало потому что особенно шоппинг я там не делала как и все последние годы если честно я не особенно делаю шоппинг в сша потому что не хватает шоппинга в канаде но все-таки кое что я принесла я пробежалась там по одному забежала в один единственный винтажный магазин короче я вам сейчас покажу что я привезла украшение вот из этого винтажного магазина я купила два украшения новых современных из камней и одну пару джинсов вот все мои покупки я вам сейчас все это демонстрировать ну так я начну с брошек простите пожалуйста мои ногти как всегда я давно собираюсь никак не соберусь этот самый салон так буду показывать держать на руке чтобы никто не злился показ будет короткий потому что особенно как бы не мало у меня украшение значит вот это первая брошь никаких маркировок ничего нету очень красивая золотой металл филигранная брошечка маленький кристаллик вот здесь вот и вот такая вот обратная сторона вот эти вот бумажки это остатки от этикетки которые они почему-то отрезают когда продают вещь вернее не почему-то они отрезают их наклеят какой-то свой там грузбух который они потом отчитываются перед теми кто как бы приносит эти украшения объясняла что это такая комиссионка куда люди сдают свои находки и вот они значит потом отчитываются что за сколько они продали чтобы ничего не забыть и не перепутать они этикетки отрезают ну вот такая вот прекрасная красивая брошечка еще брошь это брошь цветок и очень интересная вещь красивая эмаль несколько белых прозрачных кристалликов тоже долго описывать не буду в прекрасном состоянии опять же не знаю винтажный винтаж но выглядит она хорошо очень интересная красивая обратная сторона вот такая вот замочек маркировок нет вот такая вот красивая брошь следующая тоже брошь очень интересная я очень люблю зеленый свет цвет как вы понимаете я кстати вот эту я нашла в интернете просто но там ничего не было написано просто было если на эту фотографию поставлю просто было написано что это винтажная брошь кто-то я там продавал как винтажную это пластик по-видимому но очень она красивая симпатичная очень хорошо выглядит вот такая вот обратная сторона у нее вот такой v-образный замочек то есть свидетельствует о винтажности обычно вот похожие изнанки так сказать брошей обычно относят к чешским или к немецким брошем но я не знаю мне кажется что это имитация вот именно вот такой такого ажурного ажурной подложки вот этой вот задней части именно имитация под чешскую или или немецкую брошь австрийскую вернее а сама брошь выглядит вот вот таким вот образом интересная красивая брошь к вот очень интересная брошь я затрудняюсь вообще затрудняюсь так у меня там какая-то это полиция то скоро будет затрудняюсь определить ее стиль потому что вот эти вот наборные видите здесь на такой пластинке наборные бусины черные такие блестящие обычно это относится к брошам винтажным где-то там 50-60-х такой стиль такие клипсы делали броши делали такие наборные вот здесь вот такие пины из видите из прозрачных кристальных брошечек но вот это вот золотое вокруг обрамление так сказать оно совершенно не характерно для стиля таких брошек она совершенно выглядит более современно более как-то модерного и этим она очень интересна вот так вот выглядит она задняя сторона ее собрана на наклепку поэтому я думаю что она не 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 новая а более такая ну может быть 70 80-е годы максимум вот но мне она понравилась именно тем что она очень интересная своей вот этой вот такой стиле разные в ней собраны и это классно прикольно еще купил я вот такие бусы винтажном же магазине это не то хрусталь не то стекло вот я затрудняюсь но точно не пластик вот такие вот интересные бусы интересны они еще тем что они собраны на цепочку эти тоже этикетка 100 сейчас я вам покажу вот видите здесь цепочка не нитка не не какой-то я пытаюсь показать ну в общем вы видите да вот здесь вот цепочка собрана на цепочку что свидетельствует об их конечно винтажности интересный такой замочек даже можно даже подумать что он серебряный но я чуть не знаю конечно замочек бантик такой ажурный видите хорошенький и есть немножко как бы метро пожелтение вот где-то где их носили вот в районе шеи они такие немножко пожелтевшие я подозреваю что возможно от того что пользовались духами или не знают прикосновения кожи в общем не знаю ну короче вот такие вот бусы очень милые приятные симпатичные вот такая брошечка самая моя считаю удачная находка вот так вот она выглядит вроде бы ничего особенного такая брошечка и брошечка с обратной стороны вот выглядит она вот таким вот образом и здесь есть маркировка я долго вглядывалась мне надо немножко почистить не допустим что она как в каком-то клею только я не понимаю чего они там пытались и в ней клеить ну не знаю это так все цело очень долго я вглядывалась пыталась понять что здесь написано очень трудно разобрать практически невозможно тогда я стала искать ее по картинке и нашла что это брошь листнер вот нашла именно картинки и нашла вот это вот именно фотографии вот именно такой броши и именно вот именно маркировки ну и конечно обрадовалась потому что досталась она мне тоже там за 45 долларов три даже не знаю тары 4 наверное это термопластик я думаю не стекло вот такая вот симпатяшка так два современных украшения которые я приобрела в магазине в обычном магазине в американском тиджи макс пока в канадском это называется winners значит вот они в коробочке доставать коробочки открывать и вам показывать одно украшение это украшение оба они компании называется айрис энд ливи я находила это онлайн эту компанию ну вот если видите здесь написано заплатила 19 99 20 американских долларов что примерно где-то ну наверно 30 канадских написано что оригинальном магазине столь 28 но это неправда я нашла веб-сайт это этих этой компании и они там такие же бусы стоят 40 то здесь ровно в половину поэтому вот так интересно что они и на веб-сайте компании продаются и уже как бы в этом дисконтном магазине это такая длинная нитка я померю вам и вы поймете что почему у меня нет у меня нету с моей вот этой подложки которые я обычно пользуюсь в общем я раз разняла короче говоря вот такие вот длинные бусы состоят из таких вот блестящих бусинок как будто бы серебряные но это не серебро конечно просто вот какие-то бусины и вот эти вот камни которые настоящие это речной жемчуг и это настоящая бирюза в таком вот они сделаны обрамление у меня есть похожие серьги только из каков с каким-то зеленым камнем я думаю что той же самой компании тоже покупала в нашем винарсе тоже вот с таким вот обрамлением вот такие красивые зеленые камни и и вот это вот это видимо их бренд делает вот такие вот такой интересный дизайн я не знаю как это сделано но во всяком случае вот тут вот такие блестящие кристаллы черные и белые и это настоящая бирюза и настоящий 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 речной жемчуг у меня два как бы вот две группы вот этих камней и еще по 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 одной вот такой вот речной жемчуг сверху более это более в центре это более внизу да и здесь написано что это fresh water pearl то есть это речной жемчуг и натуральные камни ну я так подозреваю что это бирюза как еще и какой счету может быть натуральный камень выглядит он так знаете как бы так похоже на может быть это камень который похож на березу есть много очень разных я себе так просто придумала что это бирюза потому что я знаю это название на самом деле есть очень много камней которые похожи на березу вот такие голубые вот они вот может быть здесь вставлены что мы не знаю ну красиво полюбить так и второе украшение здесь девочки держитесь это просто только такая сумасшедшая как я могла купить вот такие вот такой вот гору булыжников просто гору булыжников да такой вот я сумасшедший фанат камней я вам потом их примерю на шею они очень тяжелые а это левая сторона видите левая сторона у них отполирована правая сторона вот такие вот огромнющие бусы я не знаю кто кроме меня бы на них позарился подозреваю что больше никто но я вот такая вот сорока сорока любительниц камней значит это аметист ой пардон агат что значит здесь написано что это серебро и агат серебро я так понимаю это вот застежка и вот этого цепочка это агат очень красивый стоили они 40 американских долларов и на веб-сайте я нашла похожие бусы они стоили около 80 то есть они ровно в два раза дешевле чем дает у них на веб-сайте но они настолько красивые на них просто можно вот смотреть смотреть даже рассматривать потому что они все видите каждый камень отличается друг от друга нанизаны они на такую я подозреваю шелковую нить между каждым камушком есть узелок меня это немножко беспокоит потому что я боюсь они очень тяжелые не порвется ли это нитка в процессе носки уж под весом этих камней но я надеюсь что нет вот вот такие вот буши так вот я и примерил эту брошку бабочку вот такая вот она симпатичная просто такая филигранная я вам часто она поближе покажу не обращайте внимание на мою шею я как всегда делала какие-то процедуры поэтому вся в синяках я пыталась ее замазывать но что-то не замазывается у меня ну вот так вот просто так вот буду так показывать брошь цветок они все тяжелые знаете поэтому я переоделась сняла у меня там была блузка вообще тонкая шелковая это вообще было очень не все как бы сваливалась мне там девочки давали всякие советы как можно носить тяжелый броши на тонких тканях но я сейчас просто не хочу это с ним заморачиваться поэтому я переоделась такую более кофточку на которой легче легче примирять чудеснейшая очень интересная брошка правда что мне она очень нравится именно тем что она такая вот ну вот такая необычная странненькая немножко нестандартная непонятно какого стиля такого знаете в общем интересная брошь и выглядит очень красиво видите так зелененькая брошечка брошь листнер вот такая симпатяшка бусы не то хрусталь не то стекло знаете как то вот плохо они у меня играют но на самом деле поверьте мне они прямо играют и переливаются когда их надеваешь они очень приятные такие тяжеленькие такие знаете вот прям как как должны быть тут я сразу встану потому что видите они не видны видите какая красота вот такие вот они красивые прекрасивые и о боги мои прекрасные булыжники прям самые настоящие булыжники но посмотрите как они прекрасны да они тяжелые но красота требует жертв с этим не поспоришь ну и теперь кроме украшения я привезла джинсы одну пару значит это джинс компании задик вольтер задик энд вольтер вот написано задик дни рядом с моей сестрой рядом с сестрой в бруклине есть магазин он без названия его держит русские и он такой знаете совершенно не я не знаю у него нет названия вот просто в угловой такой магазин ну не суть я не знаю откуда но откуда-то они добывают какие-то вещи очень фирменные очень брендовые я всегда раньше там что-то привозила у них поскольку это какие-то остатки каких-то коллекций которые каким-то образом они получают я сейчас там основном размеры смол экстра смол и я сейчас почти что в эти размеры не влезаю когда-то я влезала я смогла себе там кое-что купить сейчас как бы это все не для меня у них были шикарные платья от стелы маккартни и от максмара от стелы за 200 долларов максмара за 100 что в общем очень дешево для для обоих и для стелы и для максмара но они все были смол и просто в мое влезание в них вообще вообще абсолютно не подходило ни под какие эти самые критерии короче в прошлом году я помню что я когда там была я купила несколько украшений от максмара в этот раз что-то украшений не было были шикарные куртки с капюшоном с шикарными натуральными там лисами и песцами но тоже все маленького размера да и вообще тащить все это мне было не охота вот здесь на что я купила это вот эти джинсы значит вот они такие вот просто джинсы я сейчас померю они мне длинные немножко вот я закатала закрутила на пуговицах и смешно и смешно смешно сделано то что один карман он как будто бы пришит отпор это снова пришиты как будто бы остались стежки и след вот старого кармана как то знаете вот как будто джинс постирали я этот кусок остался не стиран и потому что он был пишет на нем карман в общем такое интересное интересные джинсы вот значит вот этикетка написано что они привоз то есть постиранные до того как их продали цену за дико я не знаю но я купила за 25 долларов я не знаю вам видно или нет такая вот маленькая этикеточка вот тут 25 но это конечно смешная цена для для этого бренда потому что бренд довольно дорогой сидят они неплохо вот значит я их приобрела это единственное что мне налезло размер по моему они это я видела их размер что они что-то там 30 по моему обхватали не знаю здесь что-то я не вижу размера вижу здесь размера но неважно все сейчас я вам померю и покажу как они у меня сидят так ну вот смотрите вот так вот выглядят эти джинсы довольно хорошо они на мне сидят на мой взгляд а я вам еще забыла сказать что у них на коленях дырки я вам не показала сейчас я это иду подальше я тут в тапочках извините так вот так вот они выглядят небольшие такие дырки на на коленях и вот так вот так они выглядят сзади по моему неплохо сидят правда же мне кажется хорошо хорошо сидят и держат все что надо в общем такие симпатичные джинсы хорошо сделаны я считаю что за 25 долларов тем более это такой дорогой бренд я портон за кресло этот на рабочем своем на рабочем своем месте делаю видео снимаю в общем вот такие джинсы вот дорогие девочки буду с вами прощаться надеюсь вам понравилось надеюсь что вы получили удовольствие что вам понравился мой показ что вы развлеклись отвлеклись от всех каких-то проблем каждодневных и ну всех у нас есть какие-то сложности и проблемы в жизни и я буду очень рада если вы мне поставите лайк если вы подпишетесь на мой канал и будете продолжать меня смотреть а с вами была ваша зята из канады всех люблю целую пока пока бай